алексей приветствую вас да привет мы все знаем уже что произошло на выходных очень такие драматические события очень скоротечные надо сказать но с вами хотел бы обсудить само явление как вообще так на ваш взгляд могло произойти что в россии появилась некая сила в данном случае человека вагнер которая принципе смогла демонстрационно так как-то пойти в сторону москвы ну я не вижу здесь ничего такого беспрецедентного потому что в русской истории собственно казачество было ровно этим на протяжении примерно всей своей истории то есть это вот такие парамилитарные формирования находящиеся где-то на фронтире где-то вдали где-то вообще за пределами централизованного государства которые там вот значит что-то делают с кем-то там сражаются и в общем знаете как но с точки зрения российской истории в общем нет ничего принципиально отличного вот конфликта казаков и стрельцов в семнадцатом веке а то случались нередко то есть это в нашем культурном коде у нас есть эта тема таких вот фронтирных военных формирований которые являются способом ну скажем так утилизации излишне пассионарных элементов общества то есть с глаз долой сердце он так можно сказать ну да но используя для отечества собственно именно казаки да там сибирь когда-то присоединяли вот да там до тихого океана доходили там и на югах то же самое то есть это это так но в общем в основном вот они состояли примерно из такого вот своеобразного контингента хорошо если такие параллели исторически приводить то на ваш взгляд опять же вспоминая историю чем обычно заканчивалась такая подобная казачья вольница и каковы были шансы на иной исход нежели знакомый нам из истории для этого похода нередко это приводило как раз наличие такой силы приводило к разным трудностям да то есть достаточно вспомнить бунт степана разина или восстание емелья на пугачева собственно именно они же как раз именно такие формирования именно такие группы такие слои и становились питательной средой для вот этих вот восстаний и заканчивалось как правило тем что зачинщика четвертовали значит вот но бывало и бывало и по-другому то есть бывали и казаки которые уходили уходили даже из страны уходили ну то особенно казаки старообрядцы какие-нибудь некрасовцы да вот и мы сейчас встречаем вот эти поселения бывших мятежных казаков там я не знаю даже в уругвай где не говоря там в румынии в болгарии в общем в турции то есть да бывали случаи когда вместо вот такой показательной расправы в общем-то обеим сторонам выбирался предпочтительный вариант что вот они просто уходят ну получается что как раз такой вариант и случился александр лукашенко роль которого всем известно в этом разрешении скажем так этого к этой конфликтной ситуации вы очень интересно высказались прямо в субботу в своем телеграм-канале по поводу этого вместе с тем призвал не делать ни из кого героев не из себя не из путина не из пригожина а почему объяснил это тем что ситуацию то мы упустили то я его цитирую а потом уже стали думать что с этим делать в чем на ваш взгляд главное упущение основное упущение и составлено началось собственно весной прошлого года когда насыщали фронт чем угодно и и в частности вот призвали на фронт чвк вагнер в общем не прописав условия то есть на уровне таких полу устных полу пацанских договоренностей что вот они приходят туда им гарантируется то-то и то-то они берут на себя обязательства делать то-то и то-то но именно вот эта неурегулированность во всех отношениях их формального статуса она как раз таки привела к тому что когда начался и начал расти конфликт с руководством минобороны на вот тут возник дисконект двух систем потому что минобороны эта система находящаяся в жестких рамках правового поля а чувака система полностью вне правовая да то есть полностью такая ну серая и как бы интерфейса взаимодействия этих по взаимодействию этих систем корректного выстроены не было и все лежало на плечах исключительно личности и персоналий то есть вот тех начальников которые взаимодействуют с одной стороны и с другой стороны а гигантское психологическое напряжение войны да то есть вот эти вот штурмы да вот эти ежедневная кровь эти вот ежедневные штабные битвы дайте еще снарядов и понятно почему потому что ну там цена вопроса это сколько-то жизни до людей кого ты лично вербовал приходите к нам и обещал значит то и другое понятно что это вызывает ну подвижки психики и в какой-то момент там конфликт стал таким носить психопатологический характер причем я не хочу сказать что только со стороны пригожи я видел это как реагируют на чего к военные я как человек который регулярно проводит обучение бойцов по беспилотникам вот я присутствовал при нескольких разговорах значит да когда вот прямо и видел раздражение глазах военных которые почему ему можно то что нам нельзя он позволяет себе то за что любого из нас бы уже давным-давно там сняли арестовали расстреляли там и далее везде вот это раздражение было она копилась но не могло не выпуститься ну а финал это когда последние дни штурма артемовская да вот пригожин выпустил свои ролики наговорив сразу на несколько статей нашего уголовного кодекса и ему за это ничего не было там просто была договоренность о том что вот значит вы заканчиваете свой штурм и уходите с фронта и дальше там что хотите то и делать после чего начали приниматься ну просто как бы проблему пытались решить сугубо аппаратными методами в частности обязательством всем кто участвует в боевых действиях подписать контракт с Минобороны вот разумеется вагнер отказался это делать пригожин объявил о своем отказе ну и собственно уже с этого момента ситуация стала взрывоопасной можно было отсчитывать дни до момента x но вот то о чем я уже сказал особый вот этот привилегированный статус пригожина он привел к тому что даже если бы какой-нибудь там офицер фсб сказал что вагнера готовят мятеж ему бы сказали слышь ты же понимаешь чей он там повар молчи вот да и в результате но система оказалась неподготовленной к тому что случилось в пятницу субботу какие выводы на ваш взгляд должны сейчас произойти в системе и и как и как для военной организации государства так и для политической так и для общества в целом но это я я почему именно говорю выводы потому что итоги на мой взгляд но еще как-то рановато потому что не все прояснилось пока в этой истории на мой взгляд вывод первый это то что когда на щите электрическом написано не влезай убьет и это как правило потому что были прецедент то есть когда юристы говорят о соблюдении важнейшего принципа под названием монополия государства на насилие да то это тоже потому что были прецедент в истории и в этом смысле само то что само существование внутри страны государственной структуры которая как бы никому не подчиняется вот это страшнейшая угроза это вот как оголенный провод места где могут играть дети или еще что-то в этом роде вот в этом смысле вот принцип монополии государства на насилие должен быть соблюден неукоснительно и железобетонно вне зависимости от того что насколько остро является внешней ситуации вы сказали что и и я с вами здесь согласен что на протяжении всей наверное российской истории всегда были некие такие вольные формирования нас мы их все знаем как казачество которое по периметру скажем границ выполняли роль ну первого барьера если хотите по отражению либо поддерживанию каких-то недружественных проявлений и это в культурном коде но вот часто последнее время слушаю точку зрения что как раз таки в российском культурном коде нет понятия частной армии и такой ну наемнической если хотите то что мы увидели в человека вагнер это очень-то западная история и именно поэтому она у нас сильно ты не прижилась по итогу мне кажется исключительно вопрос терминологии то есть то что мы называли вагнер западным понятием чего к туда это на самом деле такая же ошибка как например называть дроны беспилотниками потому что у них есть пилот и как раз просто это внешне тут то же самое то есть само явление оно абсолютно укоренено культурно вот а то что мы это явление называли чуждым нам термином да но это вот как эти сухарики называть крутонами в ресторане чтобы значит можно было ценник подороже выставить это как раз и приводит некоторому непониманию потому что как раз таки западной культуре частная военная кампания это в том числе и правовой термин у нас разумеется при полном отсутствии какой-либо правовой основы термин просто приехал для описания явления сам по себе и сам по себе вот так встал поэтому вот вот мой вам ответ термин чужой явление глубоко свое есть такие законспирированные казачки которые просто стихняются называть себя с русскими словами потому что это ну подгружает лишние аллюзии плюс потому у нас же есть официальное казачество но это больше такая реконструкторская история сейчас такие ну то есть сохранившая форму но утратившие функции многие говорят что это был своего рода краш тест для российской системы государственной власти и да собственно и органов военной организации государства опять же первые выводы на ваш взгляд как прошел тест с какими результатами первое это все-таки царь в голове у наших людей есть потому что в поддержку единовластия и в поддержку президента и против мятежа в критической ситуации высказались даже те многолетние уверенные критики которые вот столько всего сказали плохого в адрес руководство минобороны вот организация ошибок там допущенных проведение своего тем не менее вот даже все эти люди в критический момент выставила однозначно заняли сторону что мятеж недопустим да на войне как бы решение все принимает верховный главнокомандующий подчиняться над ему вот в этом смысле вот не знаю как система система так стать нельзя сказать с тем мы как система так себе справилась а вот общество конечно красный краш-тест выдержала на 5 то есть у самых-самых-самых даже таких как это дурацкое тоже слово оппозиционных людей вот в нужный момент царь голове сработал но тех кто сидит за границей царь с ними все понятно они поддержали пригожина несмотря на то что он вообще идеологически но ни в каким никаким боком не не близок им не почему вот лишь бы просто у нас балабуза это тоже понятно они ходили с понятной роль вот слом нашей системы любой ценой неважно кем в этом белорусские и российские вот эти беглые они очень похожи потому как реакция была примерно одинаковая культура культура это практически одна с небольшой значимой поправкой состоящий в том что все-таки белорусские оппозиционеры никогда не были часть большой такой значимой частью нашей элиты белорусской элиты вот а наши оппозиционеры это все как правило очень влиятельные бывшие сам факт появления фигуры президента беларуси александр лукашенко в процессе урегулирования этой непростой ситуации он попросил да в самом начале разговора я говорил об этом не делать из него героя мы не будем эту роль пусть в будущем оценят но сам факт того что президент беларуси именно выступил ну миротворцем если хотите о чем для вас то говорит ну во первых александр григорьевич может сколько угодно просить не делать из него героя но глубочайшую благодарность всего русского народа он заслужил этого не отнимешь потому что здесь он оказался очень точен очень точен в своей своей риторике и в своем эмоциональном порыве потому что было понятно многим интуитивно что вот не допустить крови сейчас не допустить братоубийство это даже важнее чем восстановить пресловутую монополию власти на носить и здесь он выступил голосом мудрости голосом примирения и как раз это это огромное дело сделал за это ему спасибо я не случайно написал у себя в канале что заслужил памятник на красной площади где-то рядом с мининым и пожарским буквы поддерживаю сейчас вам скажу эту идею если немножко немножечко отстраниться от событий выходных позволю себе процитировать вас же из вашего уже упомянутого телеграм-канала возможности армии это проекция энергии и воли общества и вот исходя из этого выражения посмотреть на то что очень происходит на фронтах ну как сейчас часто часто говорят вот такова воля и такой и такой уровень энергии сейчас в российском обществе вот когда мы смотрим и ведь многие сетуют на то что вот нет каких-то резких движений нет там фронтовых операций как великое отечественное когда там сразу отнимались большие куски территории захватывать какие-то танки вы танковые прорывы фланговые обходы нет этого ничего есть позиционно такая взяла текущая если хотите бы война да понятно но это же очень очень ясно имеет объяснение что на фронте просто мало сил у нас маленькая армия мы большая страна у которой маленькая армия и делает полноценную мобилизационную армию разворачивать мы не стали то есть та мобилизация которая прошла прошлой осенью она была очень ограниченной и по-прежнему соотношение сил в людях она в пользу украины даже и сейчас потому что вот так уж украинцы провели гораздо более массовую мобилизацию у себя да у нас воюющая армия она хорошо воюет неплохо воюет да но у нас не воюющая пока страна у нас она продолжает жить мирной жизнью и больше и для большей части наших сограждан в общем-то ничего не случилось а стоит уже наступил это время когда страна вся должна вступить войну на ваш взгляд в каком-то смысле скрытый мотив пригожинского марша как и уже несколько много месяцев идущая критика со стороны так называемых рассерженных патриотов в адрес нашей власти это то что власть пытается не просто победить а победить не вставая с диван а так не бывает все обвинения же весь поток обвинений в адрес власти это что вот пока одни гибнут на фронте другие там отдыхают в дубае пока одни гибнут на фронте другие зарабатывают миллиарды ну и далее по списку пока даже вот пока одни гибнут на фронте другие планируются на летний отпуск так есть да сложно спорить но более того даже те кто сам мобилизовался на войну причем не обязательно в смысле добровольцы а в смысле вот например как вот люди моего круга на разного рода гражданскую волонтерскую помощь фронт так то чем может у них же тоже есть это что вот я значит бросил в свои дела значит занимаюсь там нас на своем участке там трачу время силы средства и так далее для того чтобы помочь армии а в это время другие живут так как будто ничего не случилось и вроде как они даже балансы с чего я тогда зачем я тогда вот это напряжение есть она чувствуется и вот я думаю что основная история здесь то есть но любое наступление с нашей стороны но приведет к потерям и которые не откуда будет восполнить поэтому собственно и выбрана стратегия такого как сугубо оборонительная при которой вот только держится рубежи захвачены в самые первые дни свою еще когда ничего толком не началось и все просто понимаете возникает ну не знаю мне кажется обывателя в любом случае возникает некий диссонанс когда с одной стороны с высоких трибун от лидеров в том числе от первого лица государства он слышит примерно такую риторику что сейчас идет борьба за существование в принципе российского государства и русского народа как такового цивилизационные вот это столкновение ну и прочее прочее такие вот глобальные истории да и и параллельно он видит вот то о чем вы говорите что россия как бы вроде как воюет но и пытается победить не вставая с дивана что с этим делать и по вашим ощущениям если опять же в россии какое-то движение в сторону того чтобы действительно как-то все прониклись ну не все но достаточное количество людей прониклась важностью момента основной сдерживающий фактор к этому сценарию состоит в том что как только люди с дивана встают они тут же начинают он приходит из состояния диванного патриота состояние патриота деятельного они тут же сталкиваются с таким количеством разнообразных свинцовых мерзостей из латыков щедринского формата нашей системы что для них родное начальство в разных его проявлениях становится врагом большим чем зеленский байден и урсула фон дерлейн вместе взяты ну потому что они где-то там по ту сторону а эти здесь и довольно быстро они из обычных патриотов превращаются вот в этих самых патриотов сердитых и и начинают начинают бухтеть а никаких каналов коммуникации для выплеска этого бухтения куда-либо не предусмотрено вот да потому что официальная модель это что все со всеми согласны все все поддерживают и все в едином паре и поэтому каждый третий из таких вот мобилизованных таким образом он в чем-то сочувствовал пригожим да особенно даже не самому пригожину а тем лозунгом который он выдвигал но тем не менее они же не поддержали его не потому что ему не потому что были против его программы не одобряли мед просто в самом начале своего очень многие люди уважаемые люди из экспертной среды говорили о том ну и и были правы я с ними согласен потому что успех или не успех россии ну а в купе и и наш тоже имеют беларусь зависит от того насколько сможет измениться внутри себя россия российская система управления государством российское общество и если изменения допустим в обществе мы видим они явные ну наверное их проще заметить то вот мне интересно ваша оценка и ваше ощущение даже если хотите вот тех самых изменений которые бы не позволили из патриотов делать рассерженных патриотов происходят ли они происходят ли должным образом ну если вкратце нет не происходит никаким образом и более того как раз сейчас вот наш интернет полон публикациями разных экспертов которые советуют что нужно по сделать и что нужно поизменить а я написал специально что вот не хочу участвовать в этом параде потому что должность читателя советчиков из интернета в администрации президента вакант столько лет сколько существует интернет то есть если немножко вернуться к во второй части нашего разговора то есть в таких при таком развитии событий мы вот эту вот линию которая сейчас на украине зафиксировалась будем наблюдать еще долго да если вернуться все-таки к риторике которые исходят от лидеров что это мир делится мир меняется глобальном смысле новые какие-то макрозоны возникают и россия должна занять там свое правильное место то как рассчитывать тогда на то самое место под солнцем правильно если ничего не делать внутри ну здесь надо обратить внимание на разрыв что насколько россия смело выступает в части изменения разнообразных процедур и правил в международной жизни а здесь она демонстрирует максимальную смелость и решительность да в плане готовности менять разнообразные не устраивающие элементы порядка вещей настолько же она демонстрирует полное отсутствие желания что-либо менять во внутренней своей жизни где даже если что-то не работает то пусть она так и не работает как не работал это наша слабость и наши уязвимости враги уже сейчас туда бьют и будут пить дальше предстоящие политическое событие большое выборы президента в россии уже совсем скоро в общем то почему должно быть готово российское общество в этот период я думаю что основная такая трудность этой компании состоит в том что у системы нет инструментов построить некий новый договор есть только инструменты продлить старый ну как она собственно и поступила в восемнадцатом году да мандат путинский мандат восемнадцатого года это мандат на продление старого договора до того который был был раньше но сейчас в новых условиях конечно нужен какой-то другой формат какой-то другой разговор какой-то другой другой язык собственно о чем и по поводу чего мы договариваемся и здесь вот вот это будет настоящий краш-тест системы как раз таки на способность обновить договор между властью и гражданами в ходе президентской кампании но теперь вопрос как политтехнологу вы нащупываете вот ну какие-то главные параграфы этого договора чувствуете их какими они должны быть а я не хочу здесь как политтехнолог отвечать я хочу здесь немножко сменить роль и высказаться скорее как знаете как социальный мыслитель если война же когда успешно тогда когда те кто на ней отличается те кто молодец на ней получают социальный рост получают в результате этого значимые позиции в социальной иерархии то есть становится ну кто был ничем тот станет всем радикальная версия радикальная формула большевизма которая обеспечила им в общем успеха в их гражданской войне до которую которую они выиграли до то чего не могли обещать их оппонент да кто был ничем не мог стать всем в версии их на оппонент соответственно если мы говорим что наверху все места заняты а они заняты сейчас и причем наверху в самом разном смысле это касается и культурной элиты где все те же и медийные элиты где все те же и бизнес элиты где все те же и управленческой элиты где все те же то соответственно ничего обещать кроме героической смерти и памятника на родине героя система не может а в этой ситуации весьма трудно называть на войне да ну что ж будем верить лучшее что все таки как-то в том что не надо верить из вашей помощью делать найти способ найти способ не в ней языком пригожина вот не в методах пригожина да но тем не менее донести до до людей принимающих решения вот что единственный способ победить это снять табу на изменения внутри страны ну так вопрос опять же упираемся в политическую волю внутреннюю абсолютно которая не зависит ни там никаких внешних факторов в общем-то все все в себе победим себя в себе и ну а на поле боя как известно россию победить невозможно это очень да это вопрос только сколько все продлится опять же зависит только от того насколько быстро произойдут все эти внутренние процессы которых мы с вами говорить совершенно новое явление по моему в медиа пространстве в том числе в российском форум дронец который появился недавно и организации которого я знаю что вы имеете непосредственное отношение до чего нужен началось то все с беспилотников поэтому и дронец да и самый первый форум просто дронец он проводил он проходил в великом новгороде в прошлом году и был посвящен был по сути слетом боевых операторов да потому что я с самого начала занимаюсь снабжением и обучением бойцов в беспилоте но мы прошли интересный путь от сначала вот понимание что спилоте должна прилагаться другого качества связь до другого качества софта управления а также что война является лишь наполовину обычной а наполовину в значительной степени психологической информационной и поэтому информационной войной надо управлять с той же степенью качество проработки именно военной составляющей как и обычной войной поэтому вот форум медиадронница который прошел в осколковых февраля он был посвящен именно тому как состыкуется сопрягается между собой обычная война и война медийная да и в этом смысле как раз беспилотник это главная метафора происходящего потому что он несет камеру и в этом смысле снимает контент который потом мы видим на экранах но он же нередко это один одно и то же устройство он же несет боезаряд который уничтожает врага но это вот сегодня главная метафора происходящего на на поле боя то есть одновременно действует обычное оружие и оружие информационное но из того что вот я видел то что происходило сколково наблюдаются стороны то очень то этот фестиваль он фестиваль же он правильно так нет нет именно форум форум ну кому как да этот форум очень-то превратился в такую площадку где ну фабрика мысли если хотите такая новая в новом формате да мы обсуждали технологии причем технологии не в традиционном смысле в смысле работы с железом а технологии конечно работа с мышлением работы с сознанием да ну и работы с медиа работы работы с контентом в широком смысле то есть начиная от идей начиная от фундаментальных столбовых вопросов за что воюем и заканчивая технологиями технологиями там распространение сигнала в интернете блокировок и обхода блокировок ну тогда уже и вопрос исходя из этого какие технологии будут главными на ваш взгляд ну ближайшем обозримом будущем в том числе и те технологии которые должны или могут привести к победе самое главное в автомобиле это как известно прокладка между рулем и сиденье о это да в этом смысле самая главная технология сейчас это конечно технология когнитивной войны то есть войны на уровне сознания человека на уровне представления на уровне его идентичности того кто за что против чего чем он готов пожертвовать чем не готов пожертвовать ни при каких обстоятельствах кто для него свои кто чужие и именно в это пространство в связку я бы то есть какому мы принадлежу я и почему как раз сейчас наиболее успешно бьет враг и нам нужно уметь находить против этого оружия противоядие пожелаю вам в этом успехов еще раз спасибо за этот разговор и удачи спасибо